Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Наших бьют. Почему не поладили депутаты из фракции БПП и за что пострадал пиджак Сергея Лещенко? Парламент в деле. Настенная живопись. Чем закончится история самовыразившегося у немецкого посольства нардепа Гончаренко? Почем стена? Дональд Трамп бьет рекорды по выполнению превыборных обещаний. Кто заплатит за их реализацию? В парламенте сегодня было шумно, но если вы думаете, что нардепы наконец засучили рукава и принялись за работу, то нет. Рукава сегодня в Раде отрывали. Пиджак нардепа Сергея Лещенко пал в битве с коллегой по фракции, что рассорило единомышленников из БПП, знает Екатерина Лысенко. Череду провальных голосований сегодня, если что-то и разбавило, так это фракционные разборки прямо в сессионном зале. В то время, когда депутаты рассматривали очередной законопроект, к нардепу Лещенко подошли с очередной претензией. Мол, он в фейсбук написал неправду, закончилось все дракой и оторванным рукавом от пиджака нардепа. Вчера на антикоррупционный комитет не пришла часть парламентариев от БПП. Ворум едва собрали вот Лещенко и написал о злом умысле игнорировать заседание. Ну и было сделано публикацию в фейсбуке про то, что за вказовкой банковой группа депутатов от БПП просто не ходит на комитет. До меня перешел депутат от блока Порошенко на претензии Мельничук и начал заявлять стосунки. Когда у него закончились аргументы, он начал пытаться проявить какую-то физическую силу, но ему это не удалось, постраждав пиджак. Однопартиец Лещенко, Иван Мельничук, говорит, не явился на комитет не по указке, а по личным убеждениям. Я четко сказал, пока Соболев будет использовать комитет как начальник своего пиара, мы в комитете должны заниматься антикоррупционными законами, а не раскручиванием себя как политики. В антикоррупционном комитете признают, с посещаемостью есть проблемы. Еще пару сорванных заседаний и вопрос замены председательствующего может стать ребром. Эта мета очень простая, несколько раз блокировать кворум и после этого происходит переобранение главы комитета. Проблема началась больше месяца назад. Сейчас это блокирование, мне коллеги из Народного фронта сказали, что их подмогают, не ходите. Так или иначе, пока отношения выясняли только с позиции силы. Сам нападающий остался верным своим методам. Мне учила мама никогда не брехать и в дворе я всегда видел, как бьют морду тем, кто старается брехать. А блоки Порошенко обещали разобраться, кто прав, кто виноват. В любом случае, без использования к любой фракции, такая поведенка неприятная и мы на фракции будем обязательно это вопрос рассматривать. Правда, коллеги в зале тут же попросили и спикера хоть как-то отреагировать на драку. Пан Порубій вчасно не реагует. Він, мабуть, є не занадто вихованою людиною для цього парламенту, для цього цирку, для цього звіринця. А це треба зупиняти одразу. Можна заборонити такій людині приходити на заседання. Можна покарати його іншими санкціями. Можна зробити це взагалі неможливим в нормальному парламенті, в нормальному світі. От, на жаль, ми бачимо, що і регламентний комитет, і пан Порубій це толерує, робить виглядь, що нічого не відбувається. Ми вважаємо, що спікер частини парламенту, який сьогодні є, він абсолютно неефективний менеджер. І не може організувати роботу парламенту таким чином, що парламент працював ефективно, приймав законы, які потрібні людям. А внаслідок його неефективності парламент остаточно втратив довіру суспільству. І ми будемо звертатися до міжнародного спільноту, показувати реальну картину. Спікер же ограничился замечанням, мол, негожи под куполом дракса. Правда, претензії к председателю Верховної Ради сьогодні то і дело звучали. Згідно регламенту, якщо в законі більше 100 статей, він розглядається по повній процедурі. Це закон про Конституційний суд, Андрій Анатольович. Це дуже поганий приклад, коли ви такий важливий закон, який лежить в руслі Конституційної реформи, хочете провести з порушенням законодавства. Ганьба порубію, тому що він систематично порушує законодавство. Ці упреки вже касались закона о Конституційному суді. Согласно документу, назначати судді змогуть конкурсні комісії, які будуть представляти президента, парламент і съєзд судді. Така система дасть змогу призначити нових, високопрофессійних, незалежних суддів, якісно оновити існуючий склад Конституційного суду України. Оплата праці судді Конституційного суду складатиме 384 тисячі гривень на місяць. Не може бути зарплата жодного державного чиновника 85 разів перевищувати середню заробіт оплату по Україні. В конечному итогі закон позволить подавати жалоби в Конституційний суд, а не сразу бежать европейський. Документ долго обсуждали і приняли в первом чтении. А вот заправки в Уголовно-процессуальний кодекс, які б ускорили процедуру заочного осуждення, депутаты даже не взялись. Не хватило голосів даже на то, щоб внести документ в повестку дня. Фракція проголосувала почти 118 голосів. Фракція полна стає проголосувала за цей законопроект. Не проголосували ті фракції, які проти звичайного осуждення тих людей, які грабили країну. Ви вже бачите, як йде голосування. Там, умовно кажучи, 102 голоси Блок Петра Порошенка і 65 голосів Народний фронт. На дві фракції вони дають 170 голосів разом замість 226, які вони зобов'язані, умовно кажучи, давати під час голосування. Це їхні проблеми, як вони це забезпечують, але їхні відповідальність. На вечерній засіданні депутати вже спорили, але не так громко. Об утренніх конфліктах напоминав, тільки оторванний рукав от пиджака, от табло, то і дело показувало. Рішення не принято. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Павел Лысенко. Подробності телеканал Индер. Пока в Верховной Раді махали кулаками, з МВФ пришло сообщення. Київ согласился на проведення пенсіонной реформы. Кто дал добро на таку реформу, когда и на каких условиях, в парламенте похоже ни сном, ни духом. Некоторые подробности рассказал на брифинге в Вашингтоне представитель фонда Джерри Райс. По его словам, украинские власти согласились провести реформу, чтобы снизить дефицит пенсіонного фонда. Один із способів увеличить либо пенсіонний возраст, либо пенсіонний стаж. Украина і Международний валютний фонд согласны, що необхідно провести пенсіонну реформу. Це обеспечить устойчивість всей пенсіонной системи і повышення пенсії. Нужно искати варіанты для продвіження більш современной і справедливої системи з чіткими правилами, які підусматривають увеличення трудового стажа і більш поздний выход на пенсію. На що конкретно согласились українські власти, ми хотіли поінтересоватися у міністра соцполитики, але його телефон пока молчит. Тем временем в повестці МВФ ни слова о переговорах с Києвом по следующому траншу. По крайней мере до 17 февраля. В плане работы на неделю, консультации с властями Мальты, Португалии, но Україна там отсутствует. Напомню рані, глава Минфина заявляла о том, що очередной транш в 1 млрд доларів буде вже в начале февраля. І о повышенних тарифах. Це ще одне требування МВФ. Население слишком мало платить за електричество. Так считають внацкомісії по регулированню в сфере електроэнергетики і коммунальних услуг. Там сообщили, економически обоснований тариф 2 гривні 31 копейка за кВт-час. А люди не платят і 50% от рыночной цены. Сейчас тариф для тех, хто потребляє мені 100 кВт-час в місяць, чуть більше 71 копейки. 2-я і 3-я категории потребителей платят, соответственно, гривню 29 копеек і гривню 63. В марте електричество подорожає для всіх категорий населения, в среднем на трет. Але тепер в НКРЕ предупредили, і мартовське повышення не последне. Тарифи будуть расти до тех пор, поки не достигнут економически обоснованного уровня. А вот многим киевлянам в январе пришлось, наоборот, необоснованно переплатить за отопление. Почему людям пришли счета в несколько тысяч гривен, выяснили депутаты Горсовета. Оказывается, суммы накручивали. Энергетики либо указывали большую площадь квартир, либо завышали количество календарных дней, либо снимали показания счетчиков без жильцов. Теперь им снова придется заняться арифметикой, но уже в пользу потребителей. И пересчитать платежки. А арифметику МВД изучают активисты антикоррупционных организаций. Они уверяют, что последнее заявление министра внутренних дел о том, что новые авто для патрульных будут закуплены на более выгодных условиях, это очередной фейк. По расчетам активистов, даже с 13-процентной скидкой, государство переплачивает автодилеру довольно круглую сумму. Есть еще один вопрос. Почему деньги за машины были переведены еще в прошлом году, и где они находятся уже почти два месяца? Разбирался Александр Васильченко. Тендеры о приобретении новых автомобилей Mitsubishi Outlander для нацполиции снова в центре скандала. По информации антикоррупционных активистов, сейчас в МВД нет ни закупленного транспорта, ни денег, выделенных на тендер. Все средства еще в прошлом году были переведены дилеру. Затем, после громких расследований, Аваков объявил, добился скидки на недешевые автомобили. Но активисты считают, цена остается завышенной и не могут понять, почему деньги поставщику перевели, не согласовав все детали сделки. Если министр договорился о скидке, как он ее называет, скидка, то тогда, почему ее не подписали сразу? И два месяца деньги где-то гуляют, а кто, как бы, даже если брать их по учетной ставке Инбуд, это уже 3 миллиона гривен процентов. Сгладить все углы попытался сам Аваков. Фейсбучный министр написал, корпорация Mitsubishi Motors подтвердила предоставление скидки. По расчетам МВД, экономия 124 миллиона гривен. А итоговая стоимость одного авто составит 47,5 тысяч долларов. Это дает возможность дополнительно приобрести 90 новых машин. Разницу, которая появилась после скидки, компания Nica Diamant вернет в течение 15 дней. По мнению юристов, такая процедура маловероятна. Дилер мог отдать деньги и раньше, но это означает потерю рынка. По факту мы имеем, что деньги в Ника Diamant, которая не хочет отпускать, которая дополнительной угодой погодила, что деньги эти цены бы отдаст, но она не имеет, но она по факту не отдаёт. И последнее, что мы видим, что врачник МВС заявил, встанно на 16 сентября, Ника Diamant может вернуть эти деньги, за умов, что она еще 70 автомобилей поставит. Чтобы купить на возвращенные деньги больше авто, полиции нужно будет осуществить новую процедуру закупки. По мнению активистов, условия тендера в нарушении закона прописаны под одного дилера. Я не могу сказать, что там кто-то не спешит проводить тендеры, хотя процедуру можно было бы уже объявить. Уже скидка есть, уже ее можно объявить, но пока она не объявлена. Наверное, ждут, пока вернутся деньги. Если будет тендер, то тогда может зайти какой-то другой дилер? Не может. К сожалению, в Украине только Ника представляет интересы Митсубиси. И если пропишут условия, точно так же, как были прописаны при проведении основного тендера, то там никто не может прийти. По подсчетам Тамразова, в начальном контракте цена автомобилей была завышена на 9,5 миллионов долларов. В результате дополнительного соглашения полиция возвращает только до 5 миллионов. Александр Васильченко, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Весьма обеспеченной, несмотря на безработицу, оказалась супруга начальника полиции Полтавской области, Екатерина Щербатюк, владелица квартиры в столичном элитном комплексе Новопечерские Липки, площадью почти в 160 квадратов. Принадлежат ей также два парка места. Как выяснили журналисты проекта «Наши гроши», сейчас стоимость таких апартаментов стартует от полумиллиона долларов. Помимо жилья Щербатюк, собственница автомобилей BMW X5 имени Купер, а также кругленькой суммы наличными, почти 50 тысяч долларов и около полумиллиона гривен. При этом супруга полицейского не имеет ни официального дохода, ни какой-либо доли в коммерческих структурах. Во всяком случае, подобной информации в декларации ее мужа нет. На должность начальника Полтавской областной полиции Олега Беха назначили два года назад. До этого он руководил УБОПом в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях. В Днепре начался суд по делу об убийстве двух патрульных полицейских. Напомню, 25 сентября прошлого года патрульные остановили нарушителя. Когда стали проверять документы, водитель хладнокровно застрелил Артема Кутушева и Ольгу Макаренко. В убийстве подозревают Александра Пугачева, экс-бойца спецроты «Торнадо». Еще до задержания он находился в розыске по нескольким статьям и неоднократно привлекался за мародерство. Как прошло первое заседание по этому делу, узнаем от Елены Миндалюк. Конвой доставил подозреваемого Александра Пугачева на заседание суда в наручниках и под усиленной охраной. Здание было оцеплено полицейскими. Автомобиль, в котором привезли обвиняемого, сопровождали автоматчики. В коридоре мать погибшей, полицейской Ольги Макаренко, Надежда Васильевна Лещик, ждет встречи с убийцей дочери. Говорит, хочет задать ему всего один вопрос. Сначала в зал заседания журналистов не пустили. Провели в помещение, где была организована видеотрансляция заседания. Там представители СМИ наблюдали, как назначали присяжных. Три основных присяжных, два запасных присяжных. В судовом заседании будут присутствовать пять присяжных. Но затем суд принял решение. Слушание будет открытым. И журналистов все-таки пропустили в зал. Один из потерпевших, Валерий Тимонин. В момент расстрела патрульных водитель микроавтобуса пытался блокировать авто Пугачева. В суде немногословен. Говорит, сомнений в виновности обвиняемого у него нет. Адвокат Александр Пугачева с журналистами не откровенничает и отказывается рассказывать о том, как будет выстраивать линию защиты. На данный час это адвокатская теймница. А был здесь адвокат? Как видите. К рассмотрению дела, по сути, сегодня так и не приступили. Одна из сторон не предоставила суду исковое заявление. Следующее судебное заседание по делу о расстреле патрульных полицейских назначено на 17 февраля. Елена Медорюк и Евгений Кринцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Режим тишины, которого нет. Боевики в очередной раз нарушили договоренность о полном прекращении огня. Согласно решению трехсторонней контактной группы, стрельба должна была прекратиться сегодня в полночь. Но этого не произошло по всей линии разграничения. Все подробности узнаем от Ярослава Кречко. Под звуки стрелкового оружия на позиции украинских военных приходится заходить перебежками. Наемники открывают огонь из серого села Новоалександровка. Прямо из жилых домов. Часто используя мирных жителей как живой щит. Боевики ведут не только хаотичный огонь из пулеметов, но и прицельно бьют противотанковыми ракетами из гранатометов и минометов. Позиции украинских военных под Новоалександровкой буквально усеяны вражескими снарядами. Вот, например, прилет СПГ. А там дальше упала мина боевиков. Несмотря на объявленный режим тишины, обстрелы не ухихали всю ночь. Только во время работы миссии ОБСЕ сегодня утром по ту сторону линии фронта обстрелы противника утихли. Но как только наблюдатели уехали, провокации возобновились. Ярослав Гречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Нужно полностью отвести тяжелое вооружение от линии разграничения на Донбассе. Такое заявление сегодня сделали в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуацию на востоке Украины Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза. Также Песков опроверг информацию о договоренности Трампа и Путина по украинскому вопросу, о чем ранее писала американская Вашингтон-Под. Выборы на оккупированной части Донбасса возможны только после вывода оттуда российских войск. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Греции Ципросом. Глава государства прокомментировал резонансное заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля. Я напомню, сославшись на опыт ГДР времен Холодной войны, немецкий дипломат заявил о том, что присутствие российских военных не помеха для волеизъявления в Ордло. На что Петр Порошенко ответил следующее. Проведение выборов на оккупированной территории за присутностью оккупационных и наземных войск является твердым, абсолютно невозможным. Не можно сравнивать оккупацию Схода Украины, российской армии и ситуацию в НДР. Одна из вопросов, когда иноземные войска присутствуют за сгодой государства, и абсолютно неприятно, когда оккупационные войска спробуют просунуть проведение выборов в пидулам и автоматикам. А вот выходку нардепа Алексея Гончаренко президент раскритиковал, и не только он. На парламентария даже завели уголовное дело. Напомню, накануне Гончаренко разрисовал фрагмент берлинской стены возле посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявлений немецкого дипломата. Чем грозит нардепу этот перформанс, расскажут наши корреспонденты. Акцию нардепа Алексея Гончаренко сегодня обсуждают на самом высоком уровне. Критикуют его действия и коллеги. И даже президент. Глава украинского МИДа называет поступок Гончаренко эмоциональным и уверяет, в Берлине не считают его выгодку направленным актам против Германии. В политическом контексте я считаю, что это было заявным. Немецкая страна не воспринимается, как что-то такое, что осознанно воспринимано против нее. Это я могу четко сказать. Прокуратура Киева сегодня все же открыла уголовное производство по статье хулиганства. На данный момент он является свидетелем. Он будет пригласен к прокуратуре, а видео, которое прилюднено в засобе массовой информации, будет долучено до материалов криминального проведения. Гончаренко грозит до трех лет ограничения свободы или штраф 850 гривен. Анна Каменева, Екатерина Лысенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. А премьер-министр Украины сегодня с рабочим визитом в Брюсселе. Там запланированы встречи с руководством Евросоюза и НАТО. В планах обсудить ход реформ в Украине. Конечно же, ситуацию в зоне АТО. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского. Ситуация в Авдеевке. Самое серьезное обострение конфликта на востоке Украины за последнее время. Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе заявила временно исполняющая обязанности генсека НАТО Росгетте Мюллер. В Альянсе резко осудили эскалацию насилия, а также призвали Россию выполнять минские соглашения. По словам Росгетте Мюллер, только на прошлой неделе наблюдатели в один из ней зафиксировали на востоке Украины более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе и с использованием тяжелых вооружений. С начала агрессивных действий России три года назад НАТО постоянно поддерживает Украину. И это не изменится. НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма, и мы осуждаем дестабилизацию со стороны России на востоке Украины. Мы видели обострение боевых действий. Мы не должны воспринимать это как новую норму. Очень важно, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли получить доступ ко всей территории Украины вплоть до границы с Россией, чего требуют минские соглашения. Владимир Груйсман поблагодарил НАТО за поддержку целостности и суверенитету Украины, а также пообещал ускорить проведение реформ в соответствии со стандартами НАТО и Евросоюза. Мы высоко ценуем нашу спильную взаимодействие с НАТО в всех сферах. И очень благодарны за поддержку. За несколько лет Украине удалось сделать достаточно серьезные шаги, которые обеспечивают несворотность изменений и будут направлены на утверждение сильной демократичной Украины. Глава украинского правительства также встретился с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, а на завтра запланированная встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Одной из основных тем на встрече, скорее всего, станет обсуждение предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Напомню, по данным европейских журналистов, так называемый «триалог» – дискуссия с участием европейских депутатов, стран-членов Евросоюза, а также Европейской комиссии за предоставление Украине безвизового режима может начаться уже в конце этого месяца. А вот само голосование в Европейском парламенте можно ожидать уже в апреле. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Стена имени Трампа. Соединенные Штаты начали проектировать масштабное сооружение на границе с Мексикой. Когда его возведут и почему нового президента США так поразил опыт Израиля, об этом расскажут мои коллеги. В это не верил никто. Одно дело лозунги, а другое – действительно полностью перекрыть 3200 километров границы с Мексикой. Причем не просто столбы поставить или рвы выкопать, а соорудить заграждение высотой 10-12 метров. Это как 20 берлинских стен построить. Тысячи километров этой границы уже оборудовано и сетками, и металлическим забором. Остальные 1600 почти прозрачны. Максимум – легкие турникеты или колючая проволока. Считалось, что нелегалов должны остановить естественные препятствия – горы и реки. Понятно, что это никого не остановило. И за последние годы в Соединенные Штаты перебрались и живут здесь свыше 5,5 миллионов нелегальных мигрантов из Мексики. Барак Обама несколько лет назад даже легализировать их пытался, но ему помешали конгрессмены. Чтобы больше никого в страну не пропустить. И дан старт масштабным работам. Пока что проектным, и они займут не один месяц. Новый министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джон Келли сказал прессе, что когда эти планы утвердят, строительство потом проведут за два года. Бюджета пока нет. Хотя даже предварительные оценки шокируют. Трамп и сам заявлял, что на реализацию его идеи уйдет порядка 8 миллиардов долларов. Эксперты называют прессе другую сумму – до 12 миллиардов. Долгое время открытым оставался вопрос – а кто за все это заплатит? Дональд Трамп неоднократно говорил – раскошелиться должна Мексика. Там настойчиво повторяют – не заплатят ни ПЭСа. Белый дом на днях разъяснил – заплатят все-таки мексиканцы, но не напрямую. Мол, новая администрация введет 20-процентный налог на импорт товаров из Мексики. Это всего за год обеспечит бюджету необходимые 10 миллиардов. Такие обещания в стране восприняли скептично, а то и вовсе в штыки. Вот почему новый президент провел встречу с силовиками, где убеждал их – это работает, если правильно сделано. Мол, спросите Израиль, как это работает. Не знаю, последовали ли Совету президента американцы, а мы с вами сделаем это прямо сейчас. Тему продолжит мой коллега Сергей Услендер. Израильский забор безопасности сейчас окружает страну практически по всему периметру. Строительство его первой очереди на границе с палестинской автономией началось в 2003-м, во время Второй Интифады. Тогда палестинские террористы практически беспрепятственно проникали на территорию еврейского государства для совершения терактов. Примерно в течение года была возведена большая часть защитных сооружений, и к концу 2004-го года теракты практически прекратились. То есть, по сути дела, задача была выполнена. Забор на границе с сектором газа построили позже, после вывода оттуда еврейских поселений. Сам термин «стена» в данном случае, наверное, не очень верный, потому что бетонные сооружения, которые вот как раз напоминают стену, это всего 10%. Все остальное — это проволочный забор, так называемый «умный забор», напичканный разными датчиками, камерами, в общем, системами слежения. В некоторых местах нам пришлось строить бетонную стену, хотя это было намного дороже. Но только так мы могли защититься от палестинских снайперов, особенно там, где проходят дороги, например, Трансизраильское шоссе. Из палестинских городов Туль-Карем и Калькирия стрелки вели огонь по нашим машинам и населенным пунктам. Теперь стена препятствует им. Кроме того, она мешает палестинцам бросать камни в проезжающие автомобили. Впрочем, Соединенные Штаты собираются бороться с помощью стены не с террористами, а с нелегальными мигрантами. Но и здесь израильский опыт тоже может пригодиться. Израиль столкнулся с этой проблемой в 2006-м, когда мигранты из африканских стран, суда на Эритреи, начали массово переходить израильскую границу с Египтом, чтобы получить здесь работу и статус беженца. В какой-то момент эта проблема стала угрожать национальной безопасности. Доходил до того, что в месяц границу пересекали по несколько тысяч человек, а общее их число на территории Израиля достигло почти 300 тысяч. В 2012-м началось строительство так называемого южного барьера, южного заградительного барьера на границе с Египтом. Его длина составила 140 километров, а стоимость почти полмиллиарда долларов. Но свою задачу он выполнил в сентябре 2013-го, когда строительство завершилось, нелегальная миграция в Израиль прекратилась. Подобные же сооружения возвели на границе с Сирией после того, как в этой стране началась гражданская война. На границе с Ливаном, чтобы предотвратить попадание террористов оттуда. И сейчас завершают строительство защитных сооружений на границе с Иорданией. Сергей Услендер, Дмитрий Анопченко. Подробности телеканал Интер-Израиль. Соединенные Штаты. А ведь в Украине тоже есть специалисты по возведению защитных сооружений. Экс-премьер Яценюк готов научить Трампа, как строить стену. Дескать, передовой опыт уже переняли балтийские страны, заявил бывший глава правительства. Мы решили узнать, оживы ли дела Яценюка. Как идут работы по строительству пресловутого вала в Харьковской области, расскажет Светлана Шакера. Зачем изобретать велосипед, если есть стена? Украинский проект, экс-премьер ставит американцам в пример. Мол, и дешево, и надежно. Если нужно, то проекты можем передать в Соединенные Штаты Америки. Дешевше и эффективнейше. Я, по-русски, рассчитывал, за их рассчитанами, у них один километр кордона близко 10 миллионов американских долларов. Это в раз так 30, может, 40 дороже, чем тот проект, который есть в Украине. Что такое украинская стена, пограничники показывают на примере обустроенного участка границы в пункте пропуска Журавлевка. Металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки, оборудованные тепловизорами, камеры видеонаблюдения и сенсорный кабель под землей. Прикрывает бронемашина Тритон. В случае появления каких-либо целей на планшете оператора, он мне передает все координаты. В случае, по обстановке, уже двигаемся либо же на задержание, либо же координируем соседние наряды для задержания. Эта металлическая сетка на границе вражеские танки не остановит, признаются пограничники, лишь ненадолго задержит. Пока же эта дорогостоящая электроника помогает ловить контрабандистов. Кількість затриманья нелегальной эмиграции, кількість затриманья контрабандных вантажів, кількість затриманья порушників державного кордона в декілька разів зменшилась. Прошло два с половиной года, но готовность европейского вала – 10%. Самый большой прогресс на Харьковском отрезке. Обладнана 166 км роввал, встановлено паркану 62 км, встановлено 4 системы видеоспостереження, і будуються два опорних пункта на 60 людей вже збудовані, триває процес їх прийма-передачі. Як только сойдет снег, работы будуть продовжаться. Але закончить строительство к 2018-му, як планировалось, уже не успевають. Денег выделяют меньше обещанного. Изначально планировалось, що проект обойдется в 4 млрд гривень. В 2015-м выделили 400 млн, по 200 млн в последующие годы. Но даже эти немалые средства уходят не по назначению. Почти год НАБУ расследует дело о хищениях во время строительства. На этой неделе на границе опять работали проверяющие из счетной палаты. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Как нажиться на строительстве мостов? В Запорожье замначальника областной службы «Автодор» обвиняют в растрате 1 млн 300 тыс. бюджетных гривен. Именно на такую сумму завысили стоимость стройматериалов при возведении мостов через Днепр. Дело передали в суд. Чиновник под домашним арестом. В Запорожьком облавтодоре ситуацию не комментируют. Напомню, строительство мостов началось еще в 2004 году. Должно было завершиться до 2009-го, но до сих пор работы не выполнили даже наполовину. Службовая особа подозривается о растрате бюджетных гривен в сумме 1 млн 300 тыс. гривен. За что ему было поведомлено по подозрению. Передбачена ответственность от 7 до 12 лет позбавления воли с позбавлением права обнимать певные посадки термом на 3 года. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. За семью охранниками. От кого мэр Львова прячется на сессиях горсовета? Берлинский спойлер. Что Украина привезла на Берлинаре и кто снял ленту о судьбе Олега Сенцова? Оставим объяснение на потом. В Укргаздобыча рассказали о том, что во время вчерашнего обыска служба безопасности изъяла у них важную тендерную документацию. Но почему заинтересовали именно эти бумаги сотрудникам компании не пояснили. Напомню, вчера силовики нагрянули с обыском на госпредприятие Укргаздобыча. Искали доказательства по делу о незаконной растрате руководством компании 95 млн государственных гривен. По документам деньги пошли на охрану объектов предприятия, но в компании не понимают, о каких миллионах идет речь. Звідки взялась цифра 95 млн грн, я навіть не знаю. Тобто немає, у нас немає ніяких ухвал суддів, в яких би були зазначені, що хтось щось розекрав. Я не намагаюся нікого захищати, звичайно. Тобто, якщо є якісь порушення, будь ласка, приходьте, знаходьте, проводьте розслідування, ми надамо документи. Але знаєте, я вважаю, це неприпустимо, що спецслужба виходить з офіційним релізом і каже речі, яких немає. В Чернигові задержали чиновника обладміністрації при полученні взятки в 40 тисяч доларів. По інформации СБУ, руководитель департамента ЖКХ Юрий Євтушенко організував схему махінації при ремонте соцоб'єктов. В помощники взял работників контролююючих органів. За два года із госбюджетів виделили більше 30 млн грн на реконструкцію больниц і учебних заведень. С подрядчиками заключались договори, але никаких работ не велось. За це чиновнику давали откаты. При полученні очередного його, собственно, і задержали. Деньги в машині передававав представник коммерческой структурі. Тем временем в Херсоне воєнна прокуратура задержала на взятки чиновника фискальной служби. Його фамилию пока не разглашають. Известно только, что это майор налоговой милиции, замначальника одного із отделов главка ГФС в Херсоне. Налоговик вымогал у директора предприятия 4,5 тысячи долларов. Угрожал, что если не получит деньги, отправит предпринимателя в тюрьму за неуплату налогов. Коррупціонера задержали во время передачи второй части взятки на автомобільной парковке. Сейчас чиновник под стражей. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Наразі військова прокуратура Херсонського гарнизону планується взвернення до суду з попутанням про обрання заблежного заходу в поводу тримання підвартию, а також відсторонання зв'язайменной посадки. Крім цього переверяється причастність до злочинок інших службових осіб. Полюбоваться пейзажами с высоты львовской ратуши у туристов больше не получится. Теперь здание гурсовета в сесионные дни под охраной. Чего так опасается мэр Львова Андрей Садовой? Разбиралась Галина Якушко. Сесія львовского горсовета началась под шум митингующих. Люди в который раз пришли требовать решения проблемы с мусором. Самые активные жители сел Малехов, Грибовичи, микрорайонов Ресное и Ресная Русская на лицах медицинские маски с крестами. Говорят, это символ того, что мэр Андрей Садовой не даёт им высказываться. Я хочу сказать, а меня не чуют. Так, как всегда. Они дальше прессуют тех людей, так, как хотят прессовать эти сметки. А мы им того не дамо. Крик народу. Они почуют, но будет поздно для них. Мэр не желает видеть активистов в сессионном зале. Садовой распорядился на входе выставить охрану, пропускать всех через металлоискатель и по предварительной регистрации. Следить за порядком вызвали главного патрульного Львова и даже руководителя управления СБУ. Меня никогда не запрошивали. А я не знаю. Меня запросили. Я всегда приходил. Вы слышали, что я когда-то отмогался от чего-то за три года? Нет. А какая акция? Ну, пришли люди, выслабляют свое невдоволение. Но мусорный вопрос сегодня не на повестке дня. Депутаты словно забыли, что Львову некуда вывозить отходы. Да и проект мусороперерабатывающего завода вот уже восьмой месяц как застрял на стадии разработки. Вместо этого обсуждают повышенные меры безопасности. Мэр оправдывается, вынужден окружить себя и депутатов охраны и патрулями, чтобы избежать столкновений и спокойно провести сессию. Активисты предупредили. Андрею Садовому больше нечего делать в селе Малехов, где расположен один из полигонов. Его туда точно так же не пустят. Андрей Иванович, что ты же не маленький, приезжай на свалку и мы его пускаем. Но так же мы будем делать, как ваше начальство. Все, что успели сегодня депутаты, так это принять важное решение. Срочно нанять аудиторов, которые подсчитают, сколько же потратил горсовет на вывоз отходов из Львова за прошлый год. Считать самостоятельно чиновники то ли не хотят, то ли не умеют. Не смог назвать цифры даже начальник управления ЖКХ Сергей Бабак. Дескать, чтобы ответить на этот злободневный вопрос, ему нужно изучить кипу документов. Глина и Кошка, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львов. Британия приостанавливает прием детей-беженцев. До конца марта государственную программу свернут. Она вызвала слишком много критики. Но помогать тем, кто бежит от войны, не перестанут. Как именно, расскажет наш сапкор в Великобритании Оксана Кундеренко. 350 человек. Именно столько несовершеннолетних без присмотра взрослых Туманный Альбион принял в этом году. И поставил точку. Больше детей-мигрантов, которые оказались в Европе, британское правительство видеть не желает. Они снова попадают в руки торговцев людьми, занимаются проституцией. Это современное рабство, с которым Великобритания не борется. В парламенте проблему бурно обсуждают. Но доводы министров внутренних дел железные. Подобная практика только побуждает к действию незаконных перевозчиков. Беженцам помогать нужно, но не тем, кому хватило денег добраться до ЕС. У Британии прекрасна репутация защитника прав обделенных, но у нас с вами разные взгляды на то, где эти обделенные находятся. Мы считаем, что они там, где конфликты, поэтому взяли на себя обязательство вывести 3000 детей из горячих точек. И сделаем это. Действительно, когда из лагеря Кале в Лондон привезли первую партию молодежи, то выглядели беженцы совсем не как дети, что вызвало бурю негодования. Документов у них нет, истории проверить невозможно. Он говорит, что Талибан убил его отца. Бах-бах. Автор закона о детях-беженцах, лорд и сам в прошлом мигрант из Чехословакии, лично проведал мальчишек во французских джунглях. И ситуацию считает возмутительной. Ситуация в лагерях Греции, Франции и Италии просто ужасная. Там тысячи детей, которые заслуживают большего, чем леденящий холод. Я очень разочарован решением правительства. Впрочем, далеко не все семьи горят желанием принимать таких сирот. Кроме того, закрытые границы и жесткий контроль для приезжих – это то, чего хотят проголосовавшие за Брекзит. Остров под названием Великобритания и правда не видит тех полчищ переселенцев, которые заполонили континентальную Европу. Окруженный водой, он неплохо защищает свои рубежи. Да и ситуация с безопасностью обстоит лучше, чем в ЕС. Ни громких преступлений, ни крупных терактов здесь за последние годы не было. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Жертвам берлинского теракта выплатили более 200 тысяч евро. Об этом сообщили в Федеральном министерстве юстиции Германии. Заявление на получение компенсации подали пострадавшие и родственники 12 погибших во время атаки на рождественской ярмарке. Всего 51 человек. В бюджете Германии предусмотрено около полутора миллиардов евро для выплат жертвам нападений экстремистов. При необходимости эту сумму могут увеличивать. В Европе очередной резонанс вызвал свежий номер немецкого издания «Шарли Эбдо». На его обложке канцлер Германии с отрезанной головой своего политического оппонента. Напомню, главным соперником Ангелы Меркель на предстоящих выборах станет бывший президент Европарламента Мартин Шульц. Рядом разместили недавнюю карикатуру издания «Шпигель», на которой президент США Дональд Трамп держит голову статуи свободы. Подобной обложкой в «Шарли Эбдо» решили выразить солидарность с коллегами и поддержать их в защите демократии. И там же в Германии стартовал Берлиналия, Антонио Бандерас, Клинтыствуты, Роберт Де Ниро на красной дорожке и Джанго на экранах. Что привезла Украина и как организаторы этого фестиваля обеспечивают его безопасность, узнаем от Татьяны Лагуновой. Февраль, Берлин. В календаре настоящего киномана первая неделя февраля всегда заранее спланированы и заняты. Зимой столицей мирового кинематографа становится Берлин. Здесь проходит один из самых престижных фестивалей Берлинали. Красные дорожки и бетонные блоки. После теракта на рождественском рынке организаторы Берлинали решили усилить меры безопасности. Перед каждым кинотеатром фестиваля в этом году стоят заграждения. Предупредили и зрителей будут проверки. Я прошу не брать с собой в кино все, что есть дома. Большие сумки и рюкзаки на входе будут забирать. Мы, конечно, не в аэропорту и сканировать гостей фестиваля не будем. В Берлин привезли четыре сотни фильмов, но за золотого и серебряных медведей, это главные призы киносмотра, будут бороться 18 лент. Фаворитом уже называют работу финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» о жизни сирийского беженца в Северной Европе. Актуальное, серьезное и политическое кино – это уже традиционная фишка Берлинали. Для Берлинали любят выбирать фильмы с политическим или социальным посылом. Организаторы стремятся быть самым политическим из крупных фестивалей. И этот год не станет исключением. Украина в рамках фестиваля покажет шесть фильмов, но самое ожидаемое станет документальная лента об украинце, снятая российским режиссером. На Берлинали покажут работу Аскольда Курова «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Как завлечь избирателей? Ноу-хау от кенийского президента? Как скрасить унылые будни по-китайски? И зачем строить забор за 20 миллионов евро? Об этом не только в нашем обзоре. Визитную карточку Франции решили защитить от террористов. Вокруг Эфелевой башни возведут стену высотой 2,5 метра из пули непробиваемого стекла, чтобы новое ограждение вписалось в ландшафт французской столицы, к работе привлекут архитекторов. Завершить проект планируют уже осенью. Предварительно строительство обойдется в 20 миллионов евро. Кенийский президент Ухуры Киньята станцевал зажигательный танец на лужайке перед своей резиденцией. В августе грядут выборы, а регистрация избирателей завершается через неделю. Таким экстравагантным способом политик хочет привлечь голоса молодых избирателей. Вот только молодежь пока его старания не оценила, мол, в стране бастуют врачи, да еще раз горзасухи. В американском штате Флорида из-под купола цирка упали пятеро воздушных гимнастов. Восемь артистов пытались выстроить пирамиду на канате, натянутом на высоте 8 метров. Но вот что-то пошло не так. Четверо из пяти гимнастов получили серьезные травмы. Всех на вертолетах отправили в больницу. 45-летнему Ли из провинции Шэнси на северо-востоке Китая новогодних фейерверков оказалось мало. Мужчина решил поджечь один из местных магазинов пиротехники, предварительно принял на грудь для храбрости. Посетители магазина вовремя успели ретироваться, а поджигатель сам отправился в полицейский участок, где и признался в содеянном. Следующим Далай-Ламой может стать женщина. Так считает нынешний 14-й духовный лидер тибетских монахов. Его святейшество уверен, представительница прекрасного пола не хуже мужчины справится со всеми обязанностями, а в чем-то даже может дать фору. По словам Далай-Ламы, наступил век женщин. Именно они будут играть активную роль в распространении милосердия во всем мире. Посетители парка сибирских тигров в китайской провинции Харбин не на шутку обеспокоены видом тамошних хищников. В сеть попали кадры, на которых тигры гораздо более упитанные и ленивые, чем в дикой природе. Сотрудники оправдываются. Полосатиков откармливают, чтобы те легче перенесли суровую зиму. Мол, к лету животные сбросят вес. Однако зоозащитники уверены, у тигров банальное ожирение из-за неправильного питания. Около 4 миллионов телезрителей 1 июля могут увидеть пустые экраны. Это может произойти, если будет реализован план правительства по переходу с аналогового на цифровое телевещание. Но там не учли, что цифровой сигнал не покрывает всю Украину. И для его приема нужно специальное устройство стоимостью порядка 500 гривен. Продолжит Геннадий Вивденко. Так выглядит тюнер для приема цифрового телевидения. Таких надо завести в страну еще до 2 миллионов штук. Стоимость одного – полтысячи гривен. В него нужно подключить эфирную антенну. И, соответственно, сам приемник подключить уже к телевизору. Но это еще недостаточно. Необходима и антенна, способная поймать цифровой сигнал. Аналоговый – технически более устойчивый. Его легче принять в холмистой местности или горах. В таких районах с цифровым сигналом проблемы. Крупнейшие медиагруппы объединили усилия и сейчас составляют карту белых пятен по стране. Где цифровой не принимается вообще? Просто подключив приемник, они точно так же не смогут его принять. Вот в этом состоит опасность. Часть населения могут остаться без приема телевидения. Еще одна опасность – это наличие вот этих приемных устройств. Их на сегодняшний день недостаточно в Украине по количеству. Их недостаточно у малообеспеченных людей, которые не смогут их купить в априори. Цена достаточно велика. Таких малообеспеченных семей в стране почти 700 тысяч человек. В целом без телевидения по подсчетам вещателей рискуют остаться около 4 миллионов жителей. И здесь кроется еще одна более острая проблема. Если они перейдут на спутник, помимо нашего украинского телевидения, будет доступна еще и российская телевидения. В этом все видят некий риск, очень серьезный информационный риск искривления всей ситуации. То ситуация, которая у нас сейчас в стране, это как раз может повлиять на информационную безопасность. Россия, напротив, продлила срок действия аналогового у себя до 2020 года. Ее сигнал доминирует в пограничных зонах. Вместе с тем, нацсовет по телевидению на очередном заседании сегодня пока решил не пересматривать дату отключения аналога в Украине. Но подчеркивают, вопрос окончательно еще не решен. Вопрос будет еще изучаться в Госкомсвязи, Минюсте и Кабмине. Крупнейшие медиахолдинги Украины обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отсрочить отключение аналогового вещания до 1 января следующего года. Сейчас совместные группы инженеров медиагрупп колесят по стране, ищут белые пятна, где не ловится цифра. Такие есть во всех областях без исключения. Вот они пустые, вот краж пошел. Потом вот здесь закрыто, сквир оружия. Геннадия Вивденко, Олег Невядомский. Подробности на телеканал Интер. На сегодня это все. Завтра пятница, и в этой студии будет работать мой коллега Алексей Лихман. Он расскажет вам о последних новостях и, как всегда, поспорит со своими гостями в ток-шоу «Черное зеркало». А я прощаюсь с вами. Хорошего вечера и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова